Дима, этот клиент на выпуск у тебя довольно быстро закончился по сравнению с обычными, да? Почему ты так много приятный? Ну, не знаю, пораньше подготовиться. Я уже 28 июня здесь тренируюсь, мы сейчас ассоциировались с Марком Мемшем, тренер физпоготовки. Мы тренируемся, подготовились, катались, жал был у нас. Сейчас первый день был уже полегче, что мы разогротились немного. Ну, и все-таки у меня тяжелый сезон, я хочу попасть основной командой Шаматрона, и поэтому я так реально начал подготовиться, и я думаю, мне это поможет. Сейчас была тренер пресс-конференция, он отметил, что у тебя явно улучшил физический момент уже в предыдущем году. Ну, да, согласен я в этом году, когда закончил сезон, можно сказать, уже через неделю начал поддерживать форму. До этого тоже, в принципе, поддерживаю, но в этом году я чуть по-другому решил это сделать, и, в принципе, я себя получше чувствую, я все равно, я повырос, что будет 25 лет уже, и поэтому, я думаю, все равно, моя физическая подготовка улучшилась, у меня возрастает. А если не секрет, в чем изменения в процессе подготовки? Что по-другому? Ну, я начал просто... Обычно летом я отдыхал, не катался, у меня просто зал, и это было тяжело, я старался больше отдыхать, плавать. Сейчас я катался, в принципе, 4 раза в неделю, так что мне легче войти сейчас на лед, и, в принципе, первое прием, и, в принципе, нормально все чушь, и же кондиция, и трамолеты. Ну, если до сих пор мы вернемся к прошедшему сезону, когда мы с того последний раз разговаривали, это было после моей первой игры, тоже провел 2 месяца в Северной Америке, и даже удалось мне брать в плей-офф, немножко, к сожалению, но все-таки удалось. Какие впечатления сравнить игру здесь с игрой в России, насколько сильно отличается, и что в общем? Ну, что я стараюсь сказать? Хэл сильнее лига, это точно, но Хэл тоже своеобразная лига, тут много ребят, которые хотят пробиться в Хэл, и очень много на собой работают в зале, и они очень сильно подготовлены физически, много борьбы, бойцы на каждом углу поля, каждый метр отрабатывают, и это было не очень тяжело, и в плей-офф было очень тяжело мне, потому что это, можно сказать, серьезный плей-офф первый раз был, все-таки с огромным темпом, все равно Хэл играет ребята просто, и есть молодые, конечно. Было очень тяжело, и плей-офф, и сезон это очень разные игры, я понял, что плей-офф имеет значение как кто-то, там играет команда все-таки, и очень много силовой борьбы еще больше, чем в сезоне, много отработки назад, и вся игра идет от обороны, и тяжело, мало провалов происходит в обороне, все отрабатывают, и в этом плане очень тяжело, и в принципе интересная игра, много силы даешь, но эмоции, если, конечно, выиграешь, состояние хорошее. Вы уже много вопросов задавали, про то, насколько ты хорошо понимаешь тренера и указания, ты вот в прошлом сезоне здесь, когда Капкинс играли с Питомом в зимней классике, ты следил за... Да, мы были с Нью-Пятой Мира, это как раз было первое число января, да, мы смотрели, и интересно, конечно, я еще попрошу, перед этой игрой, здесь телекомпания HBO, она устроила целый сериал, который вы показывали, подготовленный зимний классик, видел, наверное? Да, я видел, не все, но было интересно. Так вот, почему я этот вопрос поднимаю, это казалось, как все политические шинтоны узнали, что колледж тренер-будро, он очень любит использовать нервном языке, не знаю своим подопечным, почему он хотел сделать. Когда это показывали в дневном часу, то приходилось в основном вставлять сигналы, как ты хорошо понимаешь вот это какой-то мой язык, не регламент. Нормально. Нормально. Это, наверное, легче запоминается, чем в обычных словах. Дим, скажи, как ты сыграл? Дим, ты думаешь, через А или через В? В конце? Да. Дима, последний вопрос. Твой день рождения, через пару недель. Да. Чего бы ты тебе пожелал? Так. Ну, главное, чтобы выиграть здоровье, поменять травм, и пропасть из основной команды. Вот и все, в принципе. Окей, спасибо большое. Удачи. Все, спасибо. Окей.